В квадрате с нечетной стороной, то есть в квадрате размером 2n плюс 1 на 2n плюс 1. Художник нарисовал картину, то есть, проще говоря, залил краской часть квадрата. При этом известно, что в каждом квадратике размером 2 на 2, стороны которого идут параллельно сторонам холста, покрашено не меньше, чем 3. Не меньше, чем 3 четверти площади. Вопрос. Какую наименьшую часть площади мог он закрасить? Повторяю, когда берете любой квадрат размером 2 на 2, то не меньше, чем 3 четвертых площади у вас должно быть закрашено. Требуется сказать, какое наименьшее количество краски могло быть покрашено, если сторона квадрата это 2n плюс 1, где n целая штука. Можно полностью разделить на квадраты 2 на 2. Да, конечно. В таких обстоятельствах, значит, квадраты будут друг на друга накладываться. И любой квадрат, который мы можем выбрать, должен, в каждом должно быть закрашено не менее трех клеточек. Не, не, мы красим не обязательно целиком клеточек. Картина, может, я хитро устроена. Площадь не меньше, чем 3. И что? Там 6 клеток, кажется, сторона. Ничего страшного. Не придирайся. Обстрактная картина. И нам нужно сделать так, чтобы в любом квадрате была закрашена какая-то часть. Не меньше, чем 3 четвертых. В любом квадрате, какой бы мы тут ни взяли, будет закрашена или нет. Хорошо. Теперь давайте поймем, собственно говоря, сколько у вас осталось свободных клеток. Значит, смотрите, свободные клетки, у такой сетчатой структуры, да? Их понятно, n плюс 1 в квадрате. Вся площадь у вас 2n плюс 1 в квадрате. Значит, надо взять разность. Понятно, какая будет разность. 3n в квадрате, потому что 4n в квадрате минус n в квадрате, да? Плюс 2n. Хорошо. Если вы докажете, что меньше закрашенного не бывает, то задача будет решена. 2n решена. Нет, это хороший пример. Она придумала, как можно оставить n плюс 1 в квадрате свободных клеток. Замечательно. Сейчас не вопрос, автор с ней прав. Совершенно никого не интересуется, кто из вас придумал это раньше. Важно, что мы, понимаете, придумали некоторую конструкцию. Если вы докажете, что меньше, чем 3n в квадрате плюс 2n не может быть закрашено, то задача будет решена. Понимаете? Сначала возьмем квадрат размером 3 на 3. Тогда n равно чему? Единица. Значит, нужно доказать, что площадь не меньше 5. Мне кажется, что это вполне себе понятная задача. Есть квадрат размером 3 на 3. В каждом квадрате размером 2 на 2 закрашено не меньше, чем 3. Докажите, что закрашенная площадь не меньше 5. Хотя бы это надо сделать. Ребята, вот это называется умение решать задачу. Когда вы не просто сидите и смотрите на условия, а когда вы чуть-чуть переформулируете задачу. Или, как в данном случае, берете какой-то маленький числовой пример. То есть, когда вы что-то делаете. Мне кажется, что это совсем... Да? А мне кажется, что увеличение квадрата будет разносить количество квадратов на квадрат. Все, классно. Я прошу вас сейчас решить задачу для квадрата размером 3 на 3. Ну, смотрите, берем квадрат, который там левый верхний. После этого, если его сдвинуть на единицу, то хотя бы еще одну клетку надо добавить. Если его сдвинуть вниз на единицу, то еще одну клетку. Но 3 плюс 1 плюс 1 это 5. Это оценка. А если взять крест, то получится. Возможно, но давайте подумаем. Смотрите, что Коля сказал. Берем вот этот квадрат и говорим, что здесь закрашено не меньше, чем 3. Это все понимают? Но при этом, если мы посмотрим вот на этот квадрат, то закрашено не меньше, чем 3. И даже если здесь все закрашено, то здесь закрашено не меньше, чем 1. И здесь закрашено не меньше, чем 1. Согласны? Да. Ну, а 3 плюс 1 плюс 1 это 5. Отлично. Что же нам с вами мешает взять теперь квадрат 7 на 7, проще говоря, n равно 2. То есть, с выражением такое. 3n квадрат плюс 2n, n равняется 2. Значит, чему это равно? 7. Не слышу. А, это... Да. 16. Вот я рисую вам квадрат 5 на 5. Пожалуйста, найдите в нем объяснение того, что закрашено не меньше, чем 16. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Да. Так, слушайте, а давайте опять Колину спросим. Ну, смотрите, есть квадрат. 3 клетки. 3 клетки. 3 клетки. И 3 клетки. Согласны? Так. А теперь смотрите. Здесь должно быть закрашено хотя бы одна клетка. Здесь должно быть закрашено хотя бы одна клетка. Здесь одна. И здесь одна. И в результате... Так, смотрите. 3, 3, 3, 3. Это как раз 3n квадрат. Раз, два, три, четыре. Все получилось, ребята. Давайте поймем в общем случае, что будет. В общем случае, когда у вас... Вот здесь 2n плюс 1 на 2n плюс 1, то картинка будет очень простая. У вас, смотрите, у вас будет вот здесь полоска ширины 1, да? А здесь будут такие блоки. Каждый размером 2 на 2. Понятно? Сколько будет этих блоков? n штук по вертикали, а на штук по горизонтали. И в каждом не меньше, чем 3. Значит, 3n квадрат это вот здесь закрашено. Замечательно. А теперь вот здесь такие штучки, типа две клетки в каждом. Из-за существования таких вот квадратов, каждый раз тут хотя бы одна клеточка закрашена. Ну, по площади закрашена. И таких штук у вас будет n штук. И таких у вас будет тоже n. Ну, знаешь что? Все, все доказали. Поняли? Да, понятно. Отлично. Ребята, а теперь тот же самый квадрат размером 2n плюс 1 на 2n плюс 1. Только в каждом квадрате размером 2 на 2 закрашено не больше, чем 3 четверти. Вопрос. Какое наибольшее количество может быть закрашено? Ну, то есть все то же самое, только нерависть поменял эту сторону. Спрашивают, какая максимальная часть может быть закрашена? Нет, конечно, вариант, что вообще ничего не закрашено, тоже возможен, но это неинтересно. Ваш пример годится, конечно. Но оказывается, что есть лучшие. Ну, смотрите, ну, просто берем, красим нечетные вертикали и нечетные горизонтали. То есть те клетки, которые... У которых координаты хотя бы одна нечетная. То есть картинка, которую ты предлагаешь, она в некотором смысле не такая, а наоборот. Да? Ну, давайте я нарисую квадратик, скажем, 5 на 5. Что не красить? Вот эти клетки, правильно? А все остальное? А все остальное красить. Конструкция хорошая. Видно, что очень мало незакрашенной площади. Давайте посмотрим, что это такое. 2n плюс 1 в квадрате минус... Так, теперь вопрос, сколько их? Минус n квадрат.